Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Doom 3 BFG Edition. Мы находимся в Delta Sector, по-моему, точно так же, я не помню, я не играл... А, вот, UFC, биологические исследования, понятно. Мы все так же находимся здесь, я не играл в игру... Сюда. Сюда. Хорошо, игра меня поприветствовала, но я не думаю, что хорошая идея перейти сейчас туда. Короче говоря... Ой, блядь, блядь. Твою... Ой, ой, ой. Да как плохо. Еще? Кому еще? Твою мать, я отвык от этой игры. Я не знаю, вот так вот я записываю серии по... Ну, пять, наверное, за раз. То есть, чтобы у меня время свободно на жизнь было. И где-то к серии четвертой, пятой притупляются уже, чувствую, и забываешь, какая игра страшная. А сейчас я сел, мне настолько жутко прям стало. Особенно, когда сзади этот грохот... Был круто. Но, тем не менее, нас звали сюда. Ой, хоть, 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 хоть. Ой. Ладно. Мы отсюда двинемся уже, нет? Так вот. Короче говоря, я туда больше не пойду, потому что каждый раз, когда я подхожу к этой двери, какая-то хрень непонятная происходит. Мы в биологических лабораториях. Оттуда идут очень нехорошие звуки. Насколько я помню, в одной из предыдущих серий мы налажали, вызвали сюда флот. Как казалось, это было большой ошибкой, потому что это на руку доктору... Как его там зовут? Бертругер. О, Бертругеру. Ой, как тут жутко. Ух ты, ебарня. Ой, пой. Один, по-моему, и наснулся. А-а-а. Ой-ой-ой. Хорошо. Неплохо, так игра нас поприветствовала, надо отметить. Так, пойдемте броню возьмем. Фу, так вот. Кстати говоря, люди, которые спрашивают, почему я с сик-модом не играю. В свое время я ответил, что не играю, потому что упоротый баланс, но тем не менее, мне в комментариях написали, что сейчас существует новая версия сик-мода, в которой баланс поправили. Но поймите, ребята, это не баланс оригинальной игры, это что-то переработанное. Я такое не люблю. Мне нужно было, чтобы все было так, как задумали разработчики. То, что там кто-то переделал так, как ему хочется, как ему нравится. Если это не обливин, конечно. Обливин просто игра немножко другого порядка. Согласитесь. Так, хорошо, что мы тут вообще? Высовем лифт. Есть кто? Туалет, обожаю туалеты. И я уже вижу, что тут не очень приветливо все. Что-то как-то... Я слышу. А, вот смотри. Давайте перезарядим, кстати говоря. Сейчас, возможно, произойдет что-то нехорошее. Да, блин. Ну, вы посмотрите на эту баллистику. Ну, какого хрена? Это физика меня просто убивает. Я слышу тебя. Японо, мать. Кто-то там появился. Я жду вас, твари. Я слышал, слышал вашей спаун. Мне не нравится, что тут такие... Нехорошие звуки. Сейчас кто-то ко мне идет оттуда. Или ждет меня там. Ладно, не важно. Давай, скотина. Влазь. Оп-нють. Оп-нють, уважаемый. Вроде все, да? Хорошо. И да, сказал он им. Офт и лифт какой-то. Икс, 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 икс. Что это такое внизу слева? Не знаю. Поехали на второй уровень. Ну... Тихо-то. Фу, так хорошо. Я знаю, но в принципе не так, чтобы сложно играть. Игра стоит на сложном уровне... Твою мать. На сложном уровне сложности. И при этом враги... Ну, я не могу сказать, что как-то... Мне сложно их убивать именно. Это отнюдь не так. Тихо-тихо. Да что за звуки-то тут таки гуляют. Это ненормально. Я слышу зомби. В коленах. Там еще один есть. Вот как-то... Вот игра просто поражает. По сравнению с тем, что было, помните, на заводе. Там было убого. Абсолютно убогий дизайн уровней. Абсолютно ничего не происходило. А тут каждое помещение это просто праздник. В каждом охренеть как страшно. И в каждом что-то новенькое. Зомби как-то вообще уже... Не пугают. Тихо, не успел. Кнопку перепутал. Я уж подумал, вот этот товарищ с пулеметом. Это было бы печально. Новый КПК. Шо? И вроде спокойно как. Уй, блядь. Что ж ты? Ох. Я что-то сегодня дерган. И как будто я кнопку не могу найти. Кантрл приседания. И у меня на контрле оно стоит. А, кстати, кто-то в комментариях говорил, что правая кнопка мыши при пулемете это... Раскручивать его, что ли? У меня на правой кнопке мыши по умолчанию стоит. Вот что. Поэтому не знаю. Хорошо, давайте почитаем КПК. Как-то у нас неспешно сегодня получается. Мы двигаемся. Да ладно. Это интересно. Наблюдение за участниками опытов. Пытались погасить этот всплеск безумия у людей. Разнообразными медикаментами. Так, ну понятно, в общем Вроде сходили с ума Письмо от Бена Питерсона Уважаемый доктор Рейли Больные поступают к нам быстрее, чем мы успеваем их выписывать Точнее, я вообще еще никого не выписывал Я очень озабочен тем, куда мы будем класть больных Если нынешние опыты будут поставлять их нам с прежней скоростью Необходимо выяснить причины этого психоза Ну да Так А, вот Это я не то читал Так, уважаемый доктор Рейли Сообщаю, что заказанные вами в фармацевтической компании лекарства от психических расстройств мы получили Тут довольно много больших коробок А у нас сейчас катастрофически не хватает свободных рук Если бы вы смогли прислать кого-то из вашего отдела и забрать их, это было бы просто прекрасно Большие коробки, говорите? Это хорошо Что-то тут стена какая-то кривая Или так и нужно? Так Почему не берешь? Не хочешь? Ну ладно Что-то не очень такое хорошее помещение, да? Одни проблемы сплошные Так, вот чтобы Чтобы с этим разобраться Нам, похоже, придется Прослушать эти аудиологи Окей Так, я сюда не могу попасть, что ли? Печально Да, блин Подожди, как не могу, если тут может что-то лежит Снизу не пролезаю, а сверху А вот отсюда вполне смогу, я думаю Хорошо Так, обратно Обратно отсюда Где-то еще слышу И причем слышать разные звуки Не самые хорошие, надо отметить Все как один Так, что мне делать с этим 112? Я не помню, честно говоря Может, предыдущей серии Когда мы там снимали У нас была какая-то заметка на эту тему Ну-ка Нет Ну, давайте тогда Подожди, я забыл, а как сделать А, вот данные о пользователе Первый ноября Пациент 0432 Рядовой Погиб в такое-то время Сам себя застрелил Примерно сто часов, как он вернулся с экспедиции Он страдал от паранойи Страдался от паранойи Лечение не помогло Он был последним из своего отряда Остальные четыре Погибли практически сразу после того, как вернулись Рядовой кричал на английском Еще на каком-то языке О бордах демонов Он закрыл Так А ты код скажешь мне, нет? Понятно Он мне ничего не сказал Я думал, мне скажет код Он сказал Ввиду того, что Таким вот у нас происходит событие Я Запер все В этих оружейных ящиках Но код не сказал Ну, хрен с ним Далеко, говорит, зашел Но ты все равно умрешь А душа твоя будет моя О, прям шансунг Вылазим И там Так, хорошо Тихо Еще чуть-чуть Кто-то еще появился Ой Это не очень хорошо Да, блин, эти двери просто запарили уже Так, все Фу Жарко было Но, в принципе, терпимо Красиво, да? Интересное помещение В духе какого-нибудь У нас эффекта прям Сектор 2 Хода нет В архиве Сектор 3 В нашей лаборатории Мы тоже не попадем К сожалению Мы пойдем именно туда Куда идет этот кровавый шлейф Который, как обычно Дико мотивирует Двигаться в эту сторону Офигеть Скуктяно текло И как, главное, текло Через вот эту решетку Его просто тащили Волокли, похоже Баррикады Последняя линия обороны Не помогло Ооо, совсем плохо Жесть Так, обзорная Обзорную мы не идем Ну и ладно Хорошо Я просто не очень сюда Хода после того, как тут Такие куски мяса Кругом валяются Ух ты Офигеть Это что за аппарат Подожди Кто там? О, слава бога Ты не один из них Я думал, все остальные уже погибли Я часть этого Я помогал им Открыть путь в другое измерение Извини, у нас времени не очень много Мы выпустили зло Стабилизатор на портале был разрушен После того, как Бертругер забрал устройство Ты должен помочь мне Пытаюсь запустить телепорт Найти плазменный индуктор В серверной комнате Хорошо Это что такое? Найден на площадке Три приархеологических раскопка В пещерах Данные переданы Так, и что же у нас Личные Почта, что ли? А, вот Научный архив Куб Душ Отчет Йена Маккормика Я уже несколько недель работаю над Кубом Душ Это удивительный артефакт И, как я теперь понимаю, он обладает уникальными возможностями Я написал новую программу для расшифровки знаков И оставил ее просчитываться на ночь И теперь лингвистический компьютер смог расшифровать оставшиеся знаки Куб Душ это, вне всяких сомнений, оружие И он, похоже, был создан, чтобы уничтожить каких-то существ, которые вторглись на территорию древних обитателей Марса Если я правильно понимаю текст В битве Куб набирает силу с каждой жизнью, которая отнимает его носитель Когда Куб полностью заряжен, с его помощью можно убить даже самого могучего противника Еще более удивительно то, что убивая существо, Куб передает его жизненную силу своему носителю Да-да, я знаю, что от всего этого здорово попахивает россказнями о колдовстве Да к тому же я не смог активировать его, чтобы подтвердить эту теорию Но так говорят знаки В тексте особо отмечается, что необходимо убить пятерых существ, прежде чем Куб полностью зарядится А потом он каким-то образом покажет, что готов к работе Он почти как живое существо, этот предмет фантастическая находка Лена Маккорник Хорошо, Куб душ, значит Ну что ж, давайте двигаться Так, очистка Все-таки благодаря нескольким фильтрам, которые применили В BFJ Edition, насколько современнее стала выглядеть игра На мой взгляд, кому-то, конечно, это не нравится Убрали, кстати говоря, часть динамических теней Но, да, я не вижу в этом серьезно какого-то минуса Выглядит все равно На мой взгляд, ощутимо лучше оригинала О-о-о-о Нормально так Хорошо Невозможно найти пункт назначения Может сюда? Да вроде нет Так, ну и что же мы делаем? Мы сохраняемся, во-первых Во-вторых, мы, похоже, прыгаем на эту хрень Вот Ау-ай Ох, понятно Больше мы туда не прыгаем Ну и хорошо, куда мы тогда пришли-то? Ну вот мы здесь А вот мы уже тут То есть, по-любому нужно тут что-то сделать Хорошо Не, ну неужели, я не знаю Блин, что это делать? Он ничего не хочет Сюда мы не полезем Что-то чуйка моя, похоже, меня не подводит все-таки Нет, подводит Подводит Блин, а куда идти-то тогда? Назад может вообще Потому что тут я что-то, честно говоря, не... А, подожди, может сюда прям? Да нет, тут стекло Интересно Так, ну пойдем назад Я не вижу просто никакого решения Хорошо Будем искать Как говорится, будем искать Кнопчик нет, никаких, вроде нет Да и не должно быть их так Малозаметных, чтобы Сюда мы, я чувствую, потом пойдем Как раз уже, когда все сделаем Видимо, что ли Я не знаю просто И вам тоже не кашлять Времени мало Нужно найти этот Плазменный аппарат Сюда мы по-прежнему не попадаем Так я не понял Ничего, назад идти, что ли? Это же тупо Ох, хорошо Так, найти плазменный индуктор В серверной комнате Управление дельта А, подожди У нас сзади Нет, не было серверной Не было Я, судя по всему, неправильно Иду потом О, тихо, тихо Я, судя по всему, правильно иду Раз тут по-новому повез Монстры Ой-ой-ой Держи подарков, дружок С Новым Годом С Новым Счастьем Хорошо Все-таки моя любимая пушка в игре Так, это у нас Оно Понятно Я по звукам слышу, что тут ничего хорошего нет А вон там что-то лежит Или это не то, что нам нужно Минус Нет, это просто мусорное ведро Понятно Так, туда мы можем пойти А тут у нас С этой стороны что? Ух ты Интересно Ух, так Сядем поудобнее, чтобы Какая-нибудь Бабайка Я хочу вот эту штуку Я не знаю, что это По-моему, плазма Да С безопасностью Все в порядке Значок Экзе Эта игра вышла Во времена Журнала GameXZ И там говорили, что это значок Экзе Ну ладно Блядь Твою мать Ух, я аж пахрыгнул Хорошо, блин Неплохо так у меня Ты встречаете Ну здесь полный бизнес Вообще просто Отлично Поздравляю Ооо Просто лес Капут Что он делает? Офигеть Мне показалось Это просто капец Кихин Джерри Джерри Что ты делаешь? Мда Замечательно Просто по-моему Так Отлично Ну что ж Я чувствую Мы сюда еще Еще вернемся Это не пост охраны? Нет Хотя охранников тут полно Так А возможно Пост охраны С этой стороны Вот тут где мы были уже Возможно Где-то наверху Там даже Окей Что радует в этом пулемете То что он заряжается Буквально за секунду Да, бали И куда идти опять Так Пост охраны Нормально Пост охраны Тут Понятно Знаете Давайте мы на этом Завершим эту серию Следующий пойдем Уже на пост охраны Туда что-то У меня как-то Уже возвращаться Неохота Там, блин Довольно жутко Но чувствую Следующей серии Придется Пока что могу сказать Что это место Наверное Самое крутое место В игре Вот то что продолжается На протяжении Там последних серий Трех Очень атмосферно Очень круто Именно в плане Обстановки Могнетается Прямо Надо сказать Так Но продолжение Увидите в следующей серии Надеюсь вам понравилось Увидимся завтра С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok